В английском языке есть два с половиной звука, похожих на русский звук А. Это неоглубленный гласный звук заднего ряда нижнего подъема, также известен как долгий А. Неоглубленный гласный звук заднего ряда среднего нижнего подъема, также известен как краткий А. И, естественно, всеми любимый и напряженный неоглубленный гласный звук переднего ряда нижнего подъема. Также известный как Ash в английском языке. Спасибо Иоанну Маску за популяризацию этого прекрасного знака. Я его обозначаю словом лигатура. Мы начнем с краткого А, потому что этот звук максимально похож на русское А. В отличие от русского А, мы не загоняем язык назад, мы его вставляем посредине рта, но чуть-чуть преподнимаем. Соответственно, горло тоже особо сильно не напрягается, как в русском языке. Можно сравнить русское БАК. У нас прям напрягается все здесь БАК. А в английском языке похожее слово БАК. 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 То же самое, только все легче идет БАК. БАК. Никакого напряга, просто БАК. Самое главное, что нужно запомнить про краткий звук А, это то, что у нас буква ЭЙ его не отображает. Нет ни одного слова, которое бы передавало звук А с помощью буквы ЭЙ. Какие же буквы его передают? В первую очередь, самый распространенный вариант, это закрытый слог с буквой Ю. То есть, например, такие слова как ФАН, ЛАК, Анда и так далее. Обратите внимание, что тот же самый слог с той же самой буквой стоит в безударном положении в конце слова, то у нас наш волшебный звук А пропадает, и на место него становится звук ШВА. То есть А. 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 Например, в таких словах как МЮЗИМ, ДИФИКЛЛД и МАЙНОС. Несмотря на то, что у нас стоит звук Ю, и это закрытый слог, у нас звук ШВА, а не звук А. МАЙНОС. Не МАЙНУС. Не МАЙНАС. А МАЙНОС. МАЙНОС. Вторая буква, которую у нас передает звук А, это буква ОУ. Самый распространенный вариант это комбинация буквы ОУ с буквой Н или с буквой М. Или и то и другое. Например, такие слова как КАМ, ДАН и очень важное слово ВАНДА. Не путайте его, пожалуйста, со словом ВАНДА. ВАНДА, это другое слово с другим значением. Ну и, соответственно, слово МАНИ у нас включает ИМ, ИМ. МАНИ. Еще одна комбинация, более редкая, но не менее важная, потому что это сочетание ОУ, ВИ, И, и оно образует слово ЛАВВ. И также КАВЕР и ШАВЕЛ. Тот же самый звук А. ЛАВ, КАВЕР, ШАВЕЛ и так далее. Еще более редкая комбинация ОУ плюс Ю. Но она все равно важная, потому что она образует такие слова, как ЯМ, ТАЧ, КАНТРИ и так далее. Забыл уточнить, что здесь хоть и есть две гласные буквы, но мы все равно произносим один звук. То есть не ТАУЧ, а ТАЧ. Обратите внимание, что гораздо чаще это сочетание дает дифтонг АУ. Например, в словах АУТ, МАУС, САУС и так далее. И дальше у нас идут исключения. Двойное ОУ обычно дает долгий звук У, например, в слове КУЛ или СТУЛ. Но у нас есть два слова, которых он дает звук А. Это БЛАД и ФЛАД. Также наше любимое сочетание У, Ю, Дж, Эйч замешано и в этом тоже. И оно дает такие важные слова, как ТАФ, РАФ и, конечно же, ЭНАФ. Долгий звук А. Для того, чтобы его обнатовать, нужно представить, что вы пришли к стоматологу. И стоматолог просит вас открыть рот и сказать ААА. Ключевое слово здесь открыть рот. Звук ААА очень широкий. У вас растянуты губы и широко открыты челюсти. Язык при этом расслаблен, поэтому для практики можно откинуть голову назад. Чаще всего он встречается в третьем типе слоги с буквой А. То есть сочетание А плюс Р. И, соответственно, образуют такие замечательные слова, как art, star, far и так далее. Обратите внимание, что если вы хотите образовать американское произношение, то обязательно добавляйте звук r в эти слова. В британское произношение не добавляется. То есть американское art, британское art, американское far, британское far, американское star, британское star. Точно так же, как и с буквой u, если слог у нас безударный, и это последний слог слова, то вместо звука a мы образуем шва. То есть, например, такие слова, как sugar, dollar, calendar не имеют звук a, а не имеют звук a. Не sugar, а sugar. Второй вариант, где вы можете встретить этот звук, это комбинация букв a, l, m. Обратите внимание, что буковка l в этом случае не читается, она просто исчезает, остается только звук a. Естественно, у нас будут такие слова, как palm, calm, almond и так далее. Но, если этот же самый слог повторяйте за мной безударный и стоит в конце слова, то вместо звука a у нас какой звук? Шва. Поэтому, такие замечательные слова, которые известны из английского языка в русском языке. Финал, идеал и металл в английском языке превращаются, соответственно, в ideal, metal, final. Окончание a и l очень важное, потому что оно полностью соответствует русскому окончанию i, то есть имеющие отношение е, поэтому словом metal не переводится как металл, оно переводится как металлический. Соответственно, слово ideal переводится не как идеал, а как идеальный. Соответственно, снова final как переводится, не как финал, а как финальный. Ну и, наконец, наша половинка. Самый сложный гласный звук английского языка a. У нас, почему он половинка? Потому что, если мы берем американский вариант, то он скорее ближе к звуку русскому e, чем звуку a. Но если мы берем британский вариант, то он ближе к звуку a, чем к. Но, не важно, какой именно вариант произношения вы выбираете, самое главное, что нужно сделать, это прилепить кончик вашего языка к вашим нижним зубам. Если ваш язык не касается нижних зубов, то что бы вы ни делали, звук a у вас не получится. Что делать с языком? Тут уже зависит от того, какой вариант произношения вы будете делать. Я имею в виду не кончик языка, а остальной язык. Если вы хотите сделать американский вариант, выталкиваем язык вперед и делаем звук a. Обратите внимание, что это широкий звук, поэтому челюсть откидывается вниз и губы растягиваются. А, bad, bad, man и так далее. Если вы хотите сделать британский вариант, язык наоборот откидывается назад, и мы произносим все тот же самый звук. Самое главное, что в британском варианте, если вы делаете британский вариант, горло, голосовые связки должны очень сильно напрягаться. В отличие от звука a, который полностью расслабленный у нас здесь, a, 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 здесь у нас связки напрягаются, и только после этого выдаем звук. То есть мы вначале широко открываем рот, напрягаем связки, и потом мы выдаем звук a, 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 bad, 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 man и так далее. На сегодня все. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментарии. А, забыл добавить. Был добавить. Встречается этот прекрасный звук в закрытом слоге с буквой a. Практически все слова в закрытом слоге с буквой a будут давать звук a. Кроме тех случаев, когда этот же самый слог у нас безударный и стоит в конце слова. Поэтому окончание, в частности, a, n будет давать звук шва. То есть не human, а human. Не slogan, а slogan. Не veteran, а veteran. Теперь точно все. Субтитры создавал DimaTorzok